На канале РТВ и Международные новости в информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Франция почтила память жертв тракта в Ницце. Сегодня на третий день национального траура тысячи жителей Пятой Республики на одну минуту замерли, молча отдавая дань памяти погибшим от рук Мухаммеда Лео Аджабулеля, выходца из Туниса. В церемонии на месте трагедии на английской набережной в Ницце принял участие премьер-министр Мануэль Вальс. Траурные мероприятия в Париже возглавил президент Франсуа Аланд. Но если в столице все прошло гладко, на Лазурном берегу представителю власти устроили не самый радушный прием. Главу Кабмина и других официальных лиц освистали. Из толпы доносились крики «убийцы» и «в отставку». Недовольные политикой правительства считают, власти не смогли обеспечить безопасность в стране. В Париже траурная церемония прошла без инцидентов. Президент Аланд и министр внутренних дел Казнев отстояли минуту молчания на площади Бово, где расположено здание МВД. Они поблагодарили за работу сотрудников кризисного центра, куда стекалась информация о теракте. Я напомню, вечером 14 июля, когда жители Ниццы и туристы наблюдали за праздничным салютом по случаю дня взятия Бастилии, в толпу на большой скорости въехал грузовик. Погибли 84 человека. Ответственность за атаку взяло на себя исламское государство. Власти о связи террориста Булеля с ИГИЛ пока ничего не знают, хотя дядя террориста заявил, что около двух недель назад тот был завербован неким джихадистом из Алжира. После этого Булель выслал своим родственникам в общей сложности порядка 100 тысяч евро. Его образ действий полностью позаимствован из послания исламского государства, которое призывает к терактам. Но пока следствие не установило связи между водителем грузовика и ИГИЛ. Нельзя исключать возможность того, что речь идет о неуравновешенном и крайне агрессивном индивидууме, чьи взгляды претерпели быструю радикализацию. И хотя связь террориста-одиночки из Ниццы с исламским государством официально не подтверждена, французские власти уже усилили авиаудары по ближневосточным джихадистам. После заседания Совбеза Пятой Республики министр обороны Жанны Фледриан объявил, ВВС страны вновь атаковали позиции радикалов. Мы продолжаем операции против исламского государства в Ираке и Сирии. Наши силы наносят удары. Они делали это позавчера и этой ночью, чтобы внести вклад в окончательное уничтожение того, чему служит ИГИЛ. Международной операцией против исламского государства едва не помешала попытка госпереворота в Турции. Одна из ключевых авиабаз, с которой взлетают самолеты, возглавляемые Соединенными Штатами коалиции, это Инжерлиг. Но 16 июля база была заблокирована и обесточена. Как заявили в Анкаре, командование объекта, используемого НАТО, было втянуто в подготовку мятежа. В турецких политических кругах даже заговорили о причастности США к событиям в минувшую субботу. Глава Госдепа Джон Керри категорически опроверг, какое бы то ни было участие Штата в подготовке переворота, заявив такие инсинуации, ложные и вредят двусторонним отношениям. СМИ тем временем сообщили, что после провала путча командующий базой Инжерлиг Бекер Эркан Ван просил политического убежища в США, но Америка ему отказала. Турция, впрочем, требует выдачи еще одного своего гражданина, оппозиционера и проповедника Фетхуллаха Гюлена. Оппонент Эрдогана, которого в Анкаре называют организатором переворота, проживает в штате Пенсильвания. Ранее Вашингтон призвал предоставить доказательство причастности Гюлена к мятежу. В ответ в Анкаре прозвучали беспрецедентно жесткие заявления и фактически ультиматум в адрес США. США наш друг и стратегический партнер, но я говорю им, есть глобальная угроза, попытка свергнуть законный режим, уничтожить народную волю. Никакой религии и религиозных ценностей тут нет. Какие им еще нужны доказательства? Если, несмотря на все это, наши друзья по-прежнему будут требовать доказательств, то, прошу прощения, но мы будем огорчены и на повестку дня может прийти необходимость пересмотреть нашу дружбу. США, тем не менее, непреклонны. Сегодня госсекретарь Кэрри повторил, Анкара должна предоставить Вашингтону подлинные свидетельства причастности Гюлена к перевороту. Одновременно главный дипломат Соединенных Штатов подверг критике действия Турции после подавления мятежа. Речь идет о массовых репрессиях в отношении лиц, связанных по версии властей с путчистами, а также об озвученных в Анкаре планах вернуть смертную казнь. Кэрри выступил в Брюсселе после встречи с главами МИД стран-членов ЕС, которые также раскритиковали действия турецкого руководства. Мы поддерживаем демократически избранное руководство Турции, но мы также решительно призываем правительство сохранить спокойствие и стабильность и поддерживать высшие стандарты в вопросе демократических институтов и верховенства права. Мы поддерживаем передачу виновных в суду, но предостерегаем от достижения целей, выходящих за пределы этого. Необходимо соблюдать демократические нормы. Теракт на западном берегу реки Иордан. Сегодня в районе Хеврона вооруженный отверткой. Палестинец напал на израильских солдат. Двое военных получили ранения, а сам нападавший был нейтрализован. В Израиле тем временем все чаще говорят об угрозе с севера. Поводом для беспокойства может стать и появившийся в небе над голландскими высотами беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. По данным местных СМИ, в попытке установить принадлежность аппарата представители армии обратились к командованию российской группировки, действующей в Арабской Республике. Между Иерусалимом и Москвой есть договоренность о координации действий в Сирии. В еврейском государстве опасаются, что наблюдательный полет ставит целью разведку местности для дальнейших атак на страну. Ранее постпред Израиля в ООН Дани Данон продемонстрировал совбезу организации фотографию, сделанную со спутника. На ней изображена деревня на юге Ливана, ставшая, по его словам, крепостью Хизбаллы. Бойцы этого шрицкого движения, напомню, воюют и на стороне режима Башара Асада в Сирии. Как утверждает дипломат, группировка установила 120 тысяч ракет, нацеленных на гражданские объекты Израиля. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Продолжайте следить за развитием событий на RTVI у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. И как всегда желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова